Кто-то наверняка может сказать, проблема не в Anthem, а в том, чтобы в неё попасть. Что ж, видимо вы тоже принимали участие в тестировании демо-версии продукта. Напомню, поиграть получилось не сразу, причём на UBT тоже. В час икс сервера лежали и даже не думали подниматься. Да что уж говорить, весь сервис лёг. А когда всё-таки поднялись, оказалось, что и на этом мучения не закончены. Игроки столкнулись с проблемой вечного загрузочного экрана, бесконечными вылетами и ещё чёрт знает с чем. Но тогда разработчики нас уверили, мол это просто старый билд такой, для релиза у нас есть свежачок, который работает как часики. Я дико извиняюсь, а почему в таком случае нельзя было сразу всех пустить в нормальную версию игры? Или это какой-то странный способ проверить уровень интереса аудитории к проекту? В любом случае, нас такой подход не отпугнул, поэтому 15 февраля, как только заработал ранний доступ, мы в очередной раз кинулись покорять просторы Anthem. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и мне кажется, мы разобрались в чём главная проблема этой игры. Кстати, если вы пришли за детальным разбором каких-нибудь игровых механик, то чуть-чуть промахнулись. За этим всем вам лучше к нам на портал, там мистер Арганаки вас основательно во всё посвятит. Здесь же мы скорее подведём некоторые промежуточные итоги в разрезе VIP-демка OBT-релиз и поговорим о главной проблеме проекта. Но для начала про старт. В отличие от демки и OBT, он можно сказать получился, то бишь сервера естественно легли, пришлось полчасика пострадать, зато потом особых проблем замечено не было. Да, текстурки местами не хотели прогружаться, иногда игра начинала фризить, звук мог пропасть, но всё это обнаружилось далеко не сразу, поэтому впечатление изначально подпортило только ожидание. Хотя о чём это? К ожиданию мы были вполне готовы. Я бы, скажем так, очень удивился, если бы ждать не пришлось. Далее нас сходу бросают в экшонистые кат-сцены, ударяют сюжетными перипетиями по здравому смыслу и, наконец, знакомят с редактором персонажа. Хм, что по поводу него можно сказать? Ну, он определённо есть. На выбор предлагается несколько заготовок на любой вкус и цвет, дабы разработчиков, не приведи господь, не заподозрили в расизме. Но на этом, собственно, и всё. Никаких привычных ползунков или других, более современных возможностей повлиять на внешность персонажа нет. С другой стороны, у прямых конкурентов Anthem, Destiny и Warframe с этим тоже не фонтан. Да и фапать в игре вы будете не на себя любимого, а на объект повсеместного обожания и чуть-то не поклонения. Джавелины. Я тут внезапно подумал, что переводя на русский слово Джавелин получается дротик? То есть мы будем задротить на дротике? Кажется, я понял, почему решили обойтись без перевода. Тем временем, мы в лице молодого и весьма перспективного фрилансёра попадаем в Форт Тарсис. Это такое весьма укреплённое поселение, где мы будем усовершенствовать свой боевое механизированный альтер-эго, получать задания, покупать всякую необходимую для усовершенствования хрень, делать скриншотики и... ходить. Ходьба! Ходьба! Уважаемые разработчики Anthem, вы серьёзно? Ходьба? Ты пережил все тяготы VIP-демки, продирался через ОБТ и лелеял надежду в конце концов сказать. Это невероятно! Но вместо этого хочется произнести... What the fuck is this? И это учитывая то, что в релизной версии разработчики, видимо, вынуждены были прогнуться под напором без сомнения токсичных геймеров и увеличить скорость передвижения персонажа по Форту Тарсис. Теперь он почти бегает. Но даже этого недостаточно. Заставлять игроков бесконечно ходить по стартовой локации, какой бы красивой и наполненной она ни была, плохая идея. Хотя и здесь не всё в порядке. То есть Форт Тарсис красивый, спору нет. Как по мне, тут определённо вдохновлялись Цетусом из Warframe. И это очень хороший пример для подражания. Но в том же Цетусе, кроме вас, присутствует целая куча игроков и неписи. А в Форте Тарсис, напоминаю, придётся бродить в одиночестве. Неписи только на первый взгляд могут составить хоть какую-то компанию. На самом деле, при ближайшем рассмотрении, а на то, чтобы присмотреться, у вас будет просто прорва времени. Все так называемые неигровые персонажи – это заскриптованные низкопробные декорации, которые взаимодействуют с игроком от слова «никак». Да они, в общем-то, и друг с другом не сильно взаимодействуют. Бывает, подойдёшь к разговаривающей невдалеке парочке в поисках обычного человеческого тепла. А они, оказывается, и не разговаривают вовсе, просто жестикулируют, открывают рты, но беззвучно. Какое-то шоу Трумана для бедных, честное слово. И это, на секундочку, ААА-проект, разрабатываемый, дай бог памяти, с 2014 года. Да и сам способ подачи информации какой-то странный. По идее, нас должны постепенно ознакомить с лором игры, так чтобы мы, сами того не замечая, в него погрузились. Вместо этого игроку предлагают часами, я не преувеличиваю ходить по стартовой локации от одного квестодателя к другому для длинных и пространных диалогов о том, как было, что будет и надо ли это вообще. В конечном счёте, как бы вы не хотели вникнуть в суть происходящего, всё сведётся к закликиванию кнопки Escape, пропустить диалог. У меня там, если что, Джавелин стоит раскочегаренный, мне бы в бой быстрее, а вы тут со своими разговорами. Кто-то скажет, так делай квесты сразу из стартовой зоны Страйдера, в чём проблема? Проблема в том, что это всё равно не избавит нас от участи уныло бродить по форту Тарсис. Есть основной сюжетный квест и побочки, некоторые из которых, кстати, можно разрулить, не выходя за пределы форта. Что могло бы стать интересным способом всё того же погружения в лор игры, но смотри выше, ходьба. Абсолютно. В общем, алгоритм наших действий такой, пробежали, ах, есть ли бы, по форту, насобирали задания и выслушали, а в нашем случае прочитали, ибо русской озвучки нет, положенное количество очень полезной информации, кое-где даже выбрали один из двух возможных вариантов ответа и вперёд. Убивать одних и тех же мобов на одной и той же локации. Да, большая. Да, красивая. Местами так просто, вау, какая красивая, но против фактов не попрёшь. В Anthem на ближайшее время только одна локация. Или Биом, если угодно. Этакое качественное сочетание Кэмероновского аватара с Destiny 2. Летаем, выполняем задания, которые в основном заключаются в том, чтобы где-то чего-то взять, куда-то отнести, иногда кое-чего разгадать, параллельно истребив какое-то количество однотипных мобов. И это тоже не шутка. Виды мобов можно пересчитать по пальцам руки. Причём, скорее всего, одной. И это с боссами и мини-боссами. И я, если и утрирую, то самую малость. При этом в игре есть различные фракции. Стражи, Корвус, Оракулы, Архологи и, естественно, сами фрилансеры, прокачивая репутацию с которыми можно получить новые задания, контракты и рецепты. Дело это совершенно не пыльное, прокачивается чуть ли не без вашего участия. Есть также ежедневные, еженедельные и ежемесячные активности. За них, насколько я понял, насыплют ресурсов. Причём, на самом деле, каких-то явных проблем с рецептами я не заметил. Их всегда с избытком сыплются с миссией или во время фриплея. Ну, а если прям сильно припекло, всегда под боком два магазина. В одном можно банально купить недостающие материалы за внутриигровую валюту, в другом то же самое, только за донат. Вбрасывать реал в покупку ресурсов, как вы понимаете, это такое, а вот прикупить прикольную внешку очень даже может быть. Ценники смотрите сами, но, как по мне, пока ничего интересного на продажу не завезли. И надо следить, ассортимент меняется. Надо также сказать про добровольно-принудительные альянсы в игре. Добровольно-принудительные по тому, как хотите вы того или нет, а состоять придётся. То есть, по сути, это все ваши знакомые из Origin, которые рискнули купить Anthem и активничают в игре. Каждая такая активность приносит свои дивиденды в виде очков альянса, которые, в свою очередь, определяют ваш в нём уровень. Из всего вышеперечисленного нужно знать только то, что чем активнее играют ваши знакомые, тем больше бабла получите в итоге вы. Вроде бы ни к чему не обязывает, а приятно. Так что, спросите вы, получается Anthem это полнейшая фиаско? Я бы так не сказал. Лично для меня игра заключалась в закликивании кнопки Escape ровно до одного момента, выхода во фриплей. Сюжетно это завязано на необходимость посещения четырёх гробниц, расположенных в разных уголках большой карты. Вы прилетаете на место, находите вход, а это тоже далеко не самое очевидное занятие, и, оказывается, нужно выполнить ряд условий, чтобы вас впустили внутрь. Тут Anthem и раскрывается по-новому, потому что все эти гробницы просто предлог, чтобы заставить игрока начать исследовать мир игры. А это очень и очень интересное занятие. Разработчики хвалились, что мир Anthem живой, меняющийся и бла-бла-бла. Собственно, это и оставалось на уровне бла-бла-бла, потому как в VIP-демке нам дали пощупать только какой-то огрызок. А тут, в общем, чуть-чуть, конечно, приукрасили, но впечатляет настолько, что игре постепенно начинаешь прощать всю эту полнейшую хрень с ходьбой. Более того, я бы сказал, Anthem как таковой начинается ровным счётом тогда, когда вы выходите во фриплей. Сначала немного не по себе от того, что тебя вроде как заставляют это делать, потому что уже привык прокликивать задания, мол, быстрее бы взять 30-й уровень и посмотреть на High End. А тут внезапно, налетав несколько часов, посетив кучу скрытых мест на карте, проплыв Аки-Капитан Немо несколько тысяч лье под водой, выполнив энное количество рандомных мировых заданий и открыв все гробницы, начинаешь проникаться в происходящем. Даже квесты больше не скипаешь. Беда в том, что до этого момента ещё добраться надо. И в добром здравии, уверен, доберутся немногие. Здесь мы наконец-то подошли к заявленной теме, главной проблеме Anthem. Это какое-то странное нежелание или неспособность дать игроку то, что нужно с самого начала. То есть несколько часов к ряду вас тупо забрасывают информации в форме диалогов под аккомпанемент беготни по форту Тарсис. Вместо того, чтобы сразу отправить изучать открытый мир и уже там посвящать во все хитросплетения сюжета. К слову, сюжет вас не разочарует. Почему акценты расставили именно так, мне неизвестно. Но это очевидно очень большой просчёт, который сильно портит первое впечатление от игры. Хотя может быть я как-то неправильно играл, напишите о своём опыте в комментариях. В остальном же Anthem можно даже сказать хороша. Боёвка с возможностью прописывать комбо проста и увлекательна, завязанная на чёткое распределение ролей впоследствии, когда уровень сложности дойдёт до магистров. Те же самые уровни сложности, в принципе, позволяют не сильно напрягаться, если вам оно не надо. Кстати, заметил, на релизе, по-моему, подтянули хард-левел в крепостях. Просто в вип-демке я проходил крепость на сложном уровне с гораздо меньшими проблемами. Или это мне просто с компаньонами так везло? Сможет ли игра составить достойную конкуренцию в Warframe с Destiny 2, урвав свой кусок аудитории, пока непонятно? Это, я бы сказал, зависит от многих факторов. Но, как по мне, Warframe тут ложит всех на лопатки безоговорочно. Ибо там контента столько, что легко можно пропасть с головой и надолго. К тому же она бесплатная, и в отличие от большинства фри-то-плей проектов, на самом деле бесплатная, а не вот это всё. Ну а на капе Anthem, очевидно, предстоит раз за разом проходить один и тот же контент, выбивая всё более крутую экипировку для своего дживелина. Не самое увлекательное занятие, понятное дело. Но, с другой стороны, а что, кто-то ожидал чего-то другого? Хотя с марта месяца в игре начнётся первый акт, Echoes of Reality, который будет заключать в себе три основных обновления. Всё бесплатно, разумеется. Первое коснётся развития мира Anthem, сделав его более насыщенным на события. Второе привнесёт в игру гильдии и списки лидеров, то есть сосредоточится на социальной составляющей. А третье катаклизм представит новый тип мировых событий, как несложно догадаться, одноимённым. Пока о нём известно мало, разве только что вдохновлялись разработчики с сезонными повествованиями Fortnite. Звучит интригующе, будем держать вас в курсе. Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайк этому видео, а по поводу Anthem, думаю, игре надо просто дать шанс. Вполне возможно, она себя ещё покажет. Тем более, что поддерживать проект, по словам разработчиков, планируют лет 10, если в него, конечно, будут играть. Меня зовут Майдлер, это портал Гохору, ещё услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok